Погрузили на скорую, грузят вон. Господи, кошмар! Ужас какой-то! Прошлую пятницу, 16-го, в 10 вечера в посёлке Ревчинский под Азбестом, в бывшей пятиэтажной общаге на Гагарина 12, в одну из квартир на втором этаже, вспыхнул хозяйский скарб, и клубы едкого чёрного дыма погрузили в удушливый мрак весь подъезд. Первые пожарные расчёты вывели из здания 35 обитателей коммуналки коридорного типа, в том числе восьмерых детей. Погорельцу повезло меньше. По свидетельству вечерних очевидцев, мужчину с ожогами на каталке подвезли к карете скорой, загрузили в реанимобиль и увезли в приёмное отделение Ревчинской больницы. Кое-кто утверждал, что в выгоревшей дотла квартире на втором этаже жила семья из четырёх человек, но пока это не более чем слухи. Более-менее достоверно известно об одном пострадальце, для которого сейчас в соцсетях сердобольцы и добровольцы собирают самые необходимые вещички. Ясно, что с аршином в больницу никто не пошёл, но размер одежды и обуви называют на глазок, если судить по озвученным параметрам, погорелец – гражданин средних параметров. Хотя, пока для пострадальца более актуальна больничная одежда. Через 22 минуты после тревожного сигнала 15-ти огнеборцам, примчавшимся на пожар на пяти спецавтомобилях, удалось взять в кольцо едкий очаг квартирного пожарища. Три минуты спустя огонь погас, но лишь за полчаса до полуночи пожарным был дан отбой. После полной проливки и утушки. Причина вечернего воспламенения в общежитии пока не ясна, но в соцсетях народные комментаторы успели вдрызг переругаться. Выдвигая всевозможные версии, в приоритете оказалось предположение о пятничной попойке. Но эта версия тут же подверглась жесточайшей обструкции многих, возмущённых подобным предположением при полном отсутствии достоверных фактов. И потому, в конце концов, спорщики сошлись на версии о коротком замыкании.